Привет, с вами Астрома, вы на канале Анисанрайз, и мы продолжаем прохождение А.М. Сэтсуна. В предыдущей серии мы добрались до деревни Нива, и попробуем поговорить с местными жителями. Может быть они нам выдадут Сэтсуну? Приветствую, путник, я Райсин, я живу в этой деревне. Красивые пейзажи, добрые люди, наша деревня, чудесное место. Пожалуйста, оставайтесь сколько, сколько захотите. Мы собираемся провести церемонию отбытия жертвы. Моя родная дочь возьмет на себя эту важную роль. Я полагаю, это тоже судьба. А, в общем, это отец той девочки, которую нам нужно убить. Просто отлично. Вообще, прям, прям шикарно. Эй, вы уже были у монумента снегопада? Кажется, он находится прямо за Дерширским лесом, что рядом с деревней. Правда, в этом лесу водятся монстры, поэтому я туда не хожу. А, получена Афинская вода. Окей. Видите ли, моя семья близка с семьей девушки, которую выбрали жертвой. Значит, сегодня тот самый день... В общем, по сути, вот этот вот обряд жертвы, бла-бла-бла, он как бы направлен на спасение человечества, но я смотрю, что-то многие этому как бы не рады. Эта маленькая хлопотунья говорит, что она беспокоится обо мне. Жертва и так дел по горло, чтобы еще не о других беспокоиться. В общем, атмосферка в деревне, если честно, так себе. Она такая добрая, такая красивая. Она само совершенство. Именно поэтому я думаю, что она идеально мне подходит. Но теперь, когда ее выбрали жертвой, думаю, мне нужно постараться забыть о ней. А в общем, мало того, что мы встретили отца этой девушки, еще мы встретили и парня, который ее любит. В общем, просто шикарно. Я нередко бывал в этой деревне, когда путешествовал, и она мне очень понравилась. Все закончилось тем, что я в ней остался. Однако местные жители все еще не дружелюбны со мной. Хотелось бы как-нибудь завоевать их доверие. Хотя Райсин, вроде бы так его зовут, вот тот человек, который нас встретил на входе. В общем, отец этой самой девушки. Он сказал, что в деревне все очень дружелюбны и нас примут прям-таки с распростертыми объятиями. Но, как оказалось, не все так просто. На роль жертвы выбрали очень молодую добрую девушку. Она часто ходит к монументу снегопада, чтобы молиться за предыдущих жертв. А где находится монумент снегопада? Сразу за Деширским лесом. Окей, ну, теперь мы понимаем, куда нам нужно идти. Хотя бы приблизительно. Мы всегда думали, что монстры приходили сюда с материка. Но теперь это не так. Теперь же они появляются словно из ниоткуда. Их число растет с каждым днем. И в общем... Так, секунду. Жертву, я так понял, отправляют, чтобы монстры не приходили. В общем, решили их задобрить. Ее мать, ее тетя. Они тоже. Я точно так же провожал их. Мы бессильны сделать что-то еще. Хоть это и для общего блага. Но на одну семью выпало слишком много горя. Да уж. Мать и дочь обе выбраны жертвами. А судьба странная штука. Надо хотя бы приготовить ей суп из арктической капусты, которую она так любит. Но мне еще непонятно, как происходит вот этот вот обряд выбора жертвы. Кто эту самую жертву выбирает? Я не могу сказать, куда направилась Сетсуна. Я обещал держать это в секрете. Хотя, думаю, я могу сказать тебе, раз уж Сетсуна вернулась от монумента снегопада. Ну все, понятно, мы знаем, где искать Сетсуну. Значит, туда мы и направимся. Нам нужен Дерширский лес. Так, вот наш лес, а за ним должен быть монумент снегопада. Ну музыка в игре такая прям занятная. Так, нам нужно подобраться к этой фиговине пингвику сзади. Так, не сказал бы, что у нас это дело получилось, но ладно. По-моему, он заметил нас куда раньше. Я чувствую, я в этом лесу даже ненадолго потом как-нибудь зависну и немножко займусь гриндом, немного подниму уровень. Люблю я такое делать. Наверное, потому что я потом не люблю страдать. Так, да неужели у меня получилось наложить дополнительный эффект на атаку? А ну-то кажется, что это как бы просто, но с другой стороны нужно очень быстро все это дело прожимать. Иначе ничего не получится. Так, а вот не получилось, ладно. Я даже не успел ему за спину забежать, я просто даже не понял, что произошло, так быстро эта хрень появилась. Ладно, будем надеяться, она не такая уже толстая, как кажется на первый взгляд. Да хотя нет, довольно толстая. Ну так, отлично. Ну да, опыта дают побольше, чем за пингвюков. Так, противоядие, окей. Игра вот очень-очень напоминает именно третью финалку. Но боевая система, как по мне, больше похожа на... На-на-на, на эту самую, на тринадцатую финалку. Вот там тоже была эта шкала, когда она заполнялась, мы могли атаковать. Я не понимаю пока, можно ли наложить доп-эффекты на, скажем, навыки, на наш вот, допустим, циклон. Пока я тыкаю, но что-то не особо-то получается. Хотя, может быть, я делаю что-то неправильно. Что тоже очень-очень вероятно. Так, вот и весь лес. Так, монумент снегопада. Вот, сюда нам и нужно было. Ага, вот и Сатсуна. Что ж, мама. Я скоро ухожу. Я собираюсь полностью этому отдаться. Я надеюсь, ты будешь присматривать за мной до самого конца. Кто ты? Ну, кроме как жертва, кроме как жертвы, здесь, по идее, никто быть не должен. Я пришел сюда найти тебя. Этот меч у тебя в руках. Не знаю почему, но мне кажется, ты пришел по мою душу. Я жертва. Я была избрана отдать свою жизнь в последних землях. Так же, как и прошлые жертвы, чьи имена выгравированы на этом монументе. Поэтому, я не могу позволить тебе забрать мою жизнь сейчас. Но, даже если ты меня не убьешь, я все равно скоро умру. Когда мое путешествие закончится, придет конец моей жизни. Ну, как бы у меня нет никакого желания обнажать меч. Я... Так, ну, имена менять нельзя, я об этом уже говорил. Я Сатсуна, а ты? На пощам. Сатсуна, ты в порядке? Слава богу, мы вовремя успели. Уверена, ты правда очень опытный. Но, сможешь ли ты справиться с двумя магами одновременно? Я буду защищать Сатсуну, даже ценой собственной жизни. По-моему, это я... Рубанулся мордой в снег. И, по-моему, было довольно больно. Эм, где я? Не так. Ты очнулся. Это деревня Нива. Тебя усыпили и принесли сюда. Эй, прекрати уже. Ты не можешь двигаться. Тебя сдерживают чары сразу двух магов. Насечешь? А, вот хрен там. Что за... Похоже, ты не такой же слабак. Ну и но. Да и как раз вовремя. А, что такое-то? Я нахожусь здесь уже две недели. Не пора боже запомнить мое имя. Я... Этерна. Конечно же, имя оставляем, потому что оно красивое. Этерна. Запомнил. Прости, Этерна. Не поднимай близко к сердцу. Вон, смотри. Что? Как он смог встать? Я слышал о истории. Люди в масках, которые работают наемниками. Ты один из них, не так ли? Почему ты пытался убить Сэцуну? Кто тебя нанял? Веками жертвы из этой деревни отдавали свои жизни, чтобы защитить мир. Ты пытался убить одну из этих благородных жертв. Эм... Одну из этих благородных жертв. Ты хоть понимаешь, насколько это серьезное преступление? Нет. Так вот, почему ты напал на Сэцуну. Ты не знала, что совершать... Эм... Что совершаешь ужасную ошибку. Я буду защищать Сэцуну. Я не позволю тебе прикоснуться к ней, несмотря ни на что. И снова... И снова мы получили по морде. Ты останешься лежать здесь? Ах, люблю таких девушек, как Этерна. Ну, не в том плане, что вот. Ну, вы поняли. Ну, ой-ой, ты ее разозлил. Теперь тебя ждет гильотина. Ну, хоть притворись, что тебе страшно. Вот это непоколебимость. Ладно, я шучу. У нас в деревне-то и гильотины нет. Считай, что тебе повезло. Несколько сельчан... Несколько сельчан настаивают на том, чтобы ты понес суровое наказание. Ты все еще жив только потому, что кое-кто вступился за тебя. Эм, знаешь, кто это был? Ну, кроме Сатсуны, вряд ли кто-то бы за нас заступился. По-моему, все наоборот, были бы только за, если бы меня от того... Пыщ! Что ж, я удивлен. Так и есть. Ты не глупый парень. Это была Сатсуна. Она вступила из-за тебя. Жертва просила нас пощадить тебя. И никто не смог это оспорить. Она очень странная юная леди. Спасла жизнь тому, кто пытался ее убить. Мы отпустим тебя после того, как Сатсуна благополучно пройдет свой путь. Так пообещал ей староста деревни. А до тех пор ты можешь оставаться здесь. Что? Это монстры! Они снова атакуют! Что? Забудь об этом доме. Там сейчас только тот парень, который пытался убить жертву. Нет, ну... Все же. Давай, нам нужно торопиться и отвезти всех сельчан в безопасное место. Прости, не держи на меня зла. Хорошо? Отлично. Там просто шикарно. И... Извини, что так долго. Вот она, моя вайфу. Пришла спасти меня в трудную минуту. Я обо всем позабочусь. Не волнуйся. Уходи отсюда. А, ну действительно, она немного странная. Почему она... Нас спасает, непонятно. Сатсуна, что ты собираешься с ним делать? Собираюсь его отпустить. Говорит так, как будто это, само собой, очевидно. Ну, пытался он меня убить, но отпущу. Что с ним еще можно сделать, кроме как не отпустить его? То есть как? Мы не можем взять и отпустить преступника на свободу. Он не совершал никакого преступления. Мы не можем оставить его здесь умирать. Черт, ну почему сейчас? Хорошо, если хочешь жить, доставай меч и помоги защитить Сатсуну. Этерна присоединилась к группе. И мой гаремчик начинает постепенно, медленно расти. Так, ну что ж, начинаем. И у нас сразу появилась комбо. С Этерной. Да, с ней как-то попроще. Нам нужно избавиться от остальных монстров. Ты тоже помогай. Ну, вот кому-кому о Этерне я отказать не могу. Конечно. Хм, хорошо. По крайней мере, ты не споришь. В любом случае, боюсь, у тебя нет другого выбора. Я тоже помогу, Этерна. Нет, ты останешься здесь. Ты останешься здесь, Сатсуна. Но, не беспокойся, все хорошо. Я защищу тебя. Вперед. Если попытаешься сбежать, я тебя убью. Так что без глупостей. В общем, ладно, окей. Нам нужно зачистить деревню. От оставшихся монстров. И снова за спину забежать не получилось. Так, ладно, поехали. А с этими мы разберемся быстренько. Никаких проблем быть не должно. Даже техники, ладно, никакие использовать не будем. Просто попробуем их немного потыкать. И они должны отвалиться. Ну, кстати, доп. урон может промахнуться. А вот чего-чего, а вот этого я не знал. То есть мы можем попасть основной атакой, но промахнуться дополнительным уроном. В общем, просто шикарно. Такого подвоха я не ожидал. Так, и на этот раз сразу три пингвюка. А, так, так, так. Эндир, эндир, эндир. Почему ты не можешь использовать цык? А, ясно, у тебя нет маны. У тебя просто нет маны. Ясно. Все ясно. Зря, видимо, я спустил всю ману раньше времени. Так, ну пока у меня получается вовремя доп. урон наносить. Прям гордость за самого себя. Так, ну. А, нет-нет, еще у нас остались. Так, отлично. Все, теперь эндир апнулся, у него появилась мана, и мы можем использовать теперь наши техники. Это были последние. Фу. Кажется, деревня сильно не пострадала. О, нет. Что ж. Похоже, это только начало. Ты еще можешь сражаться? Ты еще можешь сражаться? Конечно. А, он всегда готов? Хм, рада это слышать. Готовься. Он не похож на остальных. Небольшая усталость. Не оправдание. Мы должны защитить Сэцуну даже ценой своих жизней. Не говори так. Сэцуна? Спасибо. Теперь мне не нужно беспокоиться ни о чем, кроме сражения. Я не хочу, чтобы вы рисковали своими жизнями. Я тоже собираюсь сражаться. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь, Сэцуна? Я защищу тебя, так что просто... Верно, Этерна. Мне нужна твоя защита. Точно. Так что... Если ты здесь умрешь, то как тогда сможешь защитить меня? Чтобы ты могла защищать меня, Этерна, сейчас мне нужно защитить тебя. Боже ты мой, как все сложно. Это не смешно. Я приняла решение. Похоже, что бы я ни говорила, это ничего не изменит. Но обещай мне, что ты убежишь, если станет слишком опасно. Обещаю. Вместе с тобой. Сэцуна присоединилась к группе, и теперь у нас есть полноценный гарем, и мы можем попытаться справиться с первым боссом. Не знаю, насколько хорошо у нас это получится, но попытаться в любом случае стоит. Так, ладно, мы ему сзади забежали, но я смотрю, не очень-то это дело и сработало. И мы промазали нашей техникой. Это... По-моему, это просто нечто. Так, ладно, попытка номер два. Сейчас я солью всю ману, а потом буду сидеть и грустить. Так, чего-то я просмотрел, что там эта хрень сделала. Так, Сэцуна, Сэцуна. А, ладно. Сэцуна. Этерна. Давай зелье на себя. Эндир. Попробуем вот так. И Сэцуна сейчас должна будет себя похилить, если она, конечно, доживет до этого момента. Окей. Так, окей, окей, окей. Этерна. Так, возрождает павших союзников, окей. Что-то слишком быстро все происходит. Игра, притормози. Остановись. А все слишком быстро. Так, мне нужно, мне нужно Сэцуну похилить. Сэцуна. Давай. Так, все. А, вроде бы, все живы. Можно попробовать теперь его запинать. В общем, по идее, это все должно было быть немного попроще. Но чего-то не сложилось. Ладно, бывает, что поделать. Какая-то эта хрень уж чересчур толстая. По идее, отваливаться пора бы. Хотя, можно сейчас попробовать использовать еще раз нашу Сэтерней технику. А, на которой у нас маны не хватает. Ну, ладно. А, в принципе, это было бы лишним. Так, ладно, 107 опыта. Вроде как справились. Фу. Эй, не пытайся сопротивляться. Мы не можем тебя отпустить, пока не решим, что с тобой делать. Убийство жертвы. Это тяжкое преступление. Даже если это была лишь попытка убийства, мы не можем тебя отпустить. Единственная причина, по которой ты еще жив, а не варишься в желудке у монстра. Это тот факт, что жертвы сдерживают монстров и препятствуют нарастанию их свирепости. Если бы не они, а все вокруг давным-давно было бы захвачено монстрами. Ты чуть не обрек все человечество на верную смерть. А имеют ли все эти жертвы смысл? Если бы не они, человечество было бы уничтожено много веков назад. А в тени истории остались люди, которые продолжают защищать все человечество. Я, конечно, не думаю, что ты когда-либо ощущал хотя бы каплю благодарности по отношению к ним. Тебе этого никогда не понять. Кхм. Ритуал жертвопиношения повторяется снова и снова, для того, чтобы привести нас в будущее. С тобой все в порядке, слава богу. Я слышал, что случилось. Ты сражался с монстрами, которые напали на нашу деревню. Так ведь? Прежде всего, позволь мне поблагодарить тебя от имени всех жителей этой деревни. А теперь решим, что нам с тобой делать. По правде говоря, я тоже в недоумении. Его нужно удерживать здесь до тех пор, пока жертва не выйдет из деревни. Да, полагаю, в этом случае лучше перестраховаться. Постойте. Что такое, Сыцуна? Это меня он пытался убить. Пожалуйста, выслушайте меня. Я хочу, чтобы вы сделали его свободным человеком. Хочешь сказать, нам нужно отпустить его? Нет, не совсем. Я хочу, чтобы он охранял меня. Мы не можем этого сделать. Он слишком опасен. В общем, Сыцуна решила нас завербовать. Если он настолько искусен, что вы считаете его опасным, то он, несомненно, будет надежным союзником. Паломничество жертвы. Это не просто путешествие. Чем больше людей на нашей стране, тем лучше. Так ведь? Что бы ты ни говорила, я все равно против этого. Мы ставим себя... Мы ставим себя рядом с человеком, который гораздо опаснее монстров. Если ты желаешь мне смерти, то тебе нужно лишь дождаться конца моего паломничества. А когда меня принесут в жертву, то и твое желание исполнится. Я умру. Ну, что скажешь? С учетом того, что ты спас нашу деревню от монстров, мы будем уважать твое решение. Ты останешься в деревне до тех пор, пока Сыцуна не отправится в свое паломничество. Или отправишься с ней в качестве ее стражника. Еще есть время до отбытия. Как только примешь решение, приходи ко мне домой. Мой дом находится в северной части деревни. С нетерпением жду твоего решения. В общем, ребят, на этом, я думаю, мы эту серию закончим. Продолжим наше путешествие. Уже в следующей серии. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok